Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина доктора Евдокименко. В связи с тем, что, к сожалению, ситуация с коронавирусом пока не затихла, я хочу предложить вам другой взгляд на проблему. В интернете и по телевизору дается достаточно много правильных советов о том, как не заразиться, носить медицинскую маску, держать дистанцию между людьми, не посещать места скопления людей и тщательно мыть руки. Обо всем этом вы наверняка уже неоднократно слышали, и в том числе из наших программ, и это все то, что называется мера карантинно-заградительного порядка. Но вот почему-то в данной ситуации довольно мало говорится о том, что для того, чтобы быстрее выздороветь, если вы заразились, или вообще постараться не заразиться, что нужно укреплять свой иммунитет. А еще, как ни странно, нужно укреплять свои легкие. Это тоже важно, применительно к нынешней коронавирусной инфекции. Вот обо всем этом все-таки говорится довольно мало. И здесь я подготовил для вас достаточно эксклюзивную информацию. Первое, и это очень важно, в связи с тем, что коронавирус поражает главным образом легкие, нужно напомнить важнейший факт. Для полноценной работы легких очень важны животные жиры. Мы об этом уже писали и говорили. Если упрощенно, наши легкие – это очень жирозависимый орган. И без полноценного поступления жиров в организм, ну с пищей, разумеется, работа легких нарушается. И фактор, который вредит легким не меньше, чем, скажем, пресловутое курение – это обезжиренная диета. Нехватка жиров в рационе приводит к тому, что любая инфекция гораздо легче проникает в бронхи и легкие ослабленные обезжиренной диеты. Причем, говоря о жирах, я имею в виду именно животные жиры, а не растительные. Если хотите укрепить свои легкие, особенно во время эпидемии, обязательно съедайте ежедневно хотя бы 20 грамм сливочного масла. На бутерброде или положите их в кашу – это не важно. И в целом, именно сейчас, на период эпидемии, я бы рекомендовал более активно вводить в свой рацион животные жиры. Если у вас нет каких-то религиозных или прочих убеждений, например, можно съедать ежедневно кусочек сала. Второе. Помимо укрепления легких, нужно укреплять свой личный иммунитет. И для этого можно воспользоваться соком алоэ. Например, в аптеках продается сок алоэ в бутылочках, и такой сок алоэ можно пропивать курсом от 2 до 4 недель. Конечно, алоэ пьем в том случае, если у вас нет каких-то противопоказаний, нет аллергии на алоэ. И да, о том, как правильно принимать алоэ, какие у него могут быть противопоказания, вы можете прочитать в нашей статье. Ссылка на эту статью будет дана под сегодняшним роликом. Для чего еще может помочь алоэ, кроме как для укрепления иммунитета? Ну, конечно, в наше время не нужно заниматься самолечением во время такой эпидемии. Но все-таки, если у вас нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, а вы заболели, у вас кашель, у вас лепт, алоэ со сливочным маслом. Берем в равных частях сок алоэ, мед и слегка размягченное сливочное масло. Все это тщательно перемешиваем в посуде, эмалированной или стеклянной. И вот эту полученную смесь нужно есть 3 раза в день, по 1 чайной ложке. Запивать эту смесь можно несладким чаем. И курс такого лечения, ну, при кашлях, при бронхитах, при каких-то проблемах с легкими, от 3 до 5 дней. Эффективность этой смеси достаточно высокая. Примерно 80% пациентов она помогает от кашля почти сразу, ну, при многих заболеваниях легких бронхов, ну, буквально за 1-2 дня. Но, конечно, это кроме тех случаев, когда кашель вызывается, скажем, аллергией или, например, приемом таблеток от повышенного давления. Я напоминаю, мы об этом говорили в наших программах, что некоторые таблетки от давления дают такой побочный эффект, как кашель. И, конечно, если вы принимаете такие таблетки и продолжаете кашлять, пока вы не поменяете их на какие-то другие, кашель будет продолжаться. И лечение с помощью алоэ в данном случае будет малоэффективным. Но продолжим. Какие у алоэ минусы? Это предубеждение и заблуждение. Например, когда не очень внимательно люди читают состав вот в этом флакончике с алоэ, они читают такую фразу. Как консервант используется спирт 95%. Из чего эти не совсем внимательные люди делают вывод. Не то, что там 95% спирт. Они почему-то делают вывод, что там 95% спирта. Нет, дорогие друзья, еще раз подчеркну. Там используется спирт как консервант, но его там отнюдь не 95%. То есть спирта там совсем немного. Не надо об этом даже думать. Второе предубеждение. Оно еще более серьезное. Кто-то где-то когда-то сказал, что алоэ вызывает рак. Я долго пытался выяснить, откуда же у всего этого растут уши. Выяснилось. Несколько лет назад в популярном журнале New Scientist появилась статья, которая стала антисенсацией. Американские специалисты национальной токсикологической программы провели исследование, во время которого подобным крысам слишком долго, подчеркиваю, слишком долго, на протяжении двух лет давали высокие избыточные дозы экстракта алоэ. Мало того, видимо, чтобы добить крыс, их еще и поили вместо обычной воды, водой, которая содержала полтора процента экстракта алоэ. По окончании эксперимента ученые выяснили, что после того, как они кормили и поили крыс неправильными дозами алоэ, то есть подчеркну, слишком долго и неправильно, вот у ряда из этих крыс в толстом кишечнике полезли опухоль. У кого-то доброкачественные, у кого-то злокачественные. То есть крысам давали заведомо неправильные, гигантские дозы лекарства, а потом, видите ли, алоэ оказалась виновата. Но так можно обвинить любое, не знаю, самое лучшее лекарство, даже витамины. Например, мы говорили в одной из наших программ, что если человеку давать слишком большие дозы витамина А, то возникнут очень большие проблемы с печенью. Но это же не значит, что витамин А вреден, в правильных дозах он полезен. Это же не значит, что витамин А сам по себе плох. Ах, да, и ещё на минуточку тем самым крысам давали не совсем корректно переработанное алоэ. И, кстати, таким же алоэ пытались кормить в то же время и в тех же больших дозах ещё и мышей. Но мыши как-то это перенесли легче, чем крысы. То есть у них проблем вообще не возникло. Но бог с ним с алоэ, хотя я сейчас его, например, пью для профилактики. Но если по каким-то причинам алоэ вам не подходит или у вас остались предубеждения, то воспользуйтесь для повышения иммунитета другим методом. Пропейте адаптогены. Например, можете использовать настойку корня женьшеня или экстракт радиолы розовой. Ну, конечно, используйте в том случае, если у вас нет к ним противопоказаний. И как их принимать и о тех же противопоказаниях вы, опять же, можете прочитать по ссылке под роликом. Если вы их не можете по каким-то причинам использовать, тогда для профилактики пропейте витамины. Например, для повышения иммунитета подходят витамины группы В. Многие, кстати, в связи с эпидемией опять спросят меня о витамине С. Поможет ли он избежать заражения? Избежать заражения вряд ли. Но вот если вы уже заболели, то есть в момент болезни, тогда возможно да. Дело в том, что при некоторых острых респираторных вирусных инфекциях витамин С помогает. Но пока, по конкретно нынешнему китайскому коронавирусу, это ещё никак не подтвердилось. Питьевой режим и лёгкие. Но напоминаю, что при нынешнем коронавирусе страдают в первую очередь лёгкие. Так вот, для поддержания работы лёгких нужно пить побольше воды. Но не обязательно пить по 3 литра воды, как говорят некоторые горячие головы. Но литр или полтора литра воды в день нужно выпивать. Причём желательно пить не холодную воду, а комнатной температуры или чуть тёплую. Причём, когда мы говорим про литр-полтора, мы говорим именно о воде. Не чай и кофе, а именно вода. Вот чай и кофе это всё считается отдельно. А теперь очень важный момент. Даже в средние века, во время страшных эпидемий, чумы или, скажем, холеры, заражались далеко не все люди. И из тех, кто заразился, тоже умирали далеко не все. Существует некоторый всё-таки внутренний фактор, который помогает противостоять заражению. И тут вот о чём важно сказать. Нашу способность противостоять любой инфекции резко снижают стресс и страх. При хроническом стрессе или когда вы хронически чего-то боитесь, выделяются избыточные дозы гормонов стресса. И вот эти избыточные дозы гормонов стресса снижают наш иммунитет. Поэтому нужно как можно лучше оградить себя от какой-то негативной информации. То есть нужно перестать себя накручивать. Постарайтесь в каком-то смысле самоизолироваться от негативных новостей. Многим это покажется странным. Но всё-таки как можно меньше смотрите по телевизору какие-то неприятные новости, пугающие новости. Меньше читайте их в интернете. Старайтесь всё-таки развлекать себя чем-то приятным. Ну не знаю, смотрите комедии, читайте какие-то интересные книжки. Но меньше сканируйте вот этот весь ужас, который нагнетается. Если вам так уж нужно сканировать новости, собирать эту информацию, то уделяйте этому не больше, чем 5-10 минут в день. Не надо постоянно в это погружаться. Иначе реально от вот этого стресса начнёт падать иммунитет, ухудшаться состояние вашего здоровья. Очень важно, о чём мы рассказывали в наших программах. Нужно в период эпидемии больше отдыхать, не переутомляться. И что особенно важно, это касается и детей, и взрослых. Нужно высыпаться, не сидеть перед телевизором или за компьютером всю ночь, а ложиться спать пораньше, на период эпидемии хотя бы. Потому что и поздний отход ко сну, и недосып, и переутомление всё это снижает иммунитет. И к концу программы хочу ответить на несколько вопросов, которые последнее время задают очень часто. Если заболел, как понять, чем человек заразился? Гриппом, обычным ОРВИ или коронавирусом. Болезни-то ведь схожи. Основное отличие в большинстве случаев такое. Ну, скажем, грипп, он чаще всего начинается с повышения температуры и ломоты в суставах, костях. И потом уже присоединяется боль в горле, кашель или насморк. Коронавирус чаще начинается с боли в горле. Боль беспокоит человека, который заболел коронавирусом 3-4 дня. А потом появляются главные симптомы номер 2 и номер 3. Это сухой кашель, подчеркиваю, сухой кашель и затруднённое дыхание. Если при гриппе, обычном ОРВИ и даже порой при бронхите кашель всё-таки чаще влажный, то при коронавирусной инфекции кашель сухой, надрывный. Это основное отличие. При таком симптоме нужно обязательно обращаться к врачам и уж тем более делать это, если вам больше 65-70 лет. Ещё одно отличие. По последним данным, насморк при коронавирусной инфекции бывает довольно редко, в отличие, скажем, от гриппа или ОРВИ. Боли в мышцах и головная боль при коронавирусной инфекции, COVID-19, тоже бывают. Но опять же, они бывают реже, чем, скажем, при гриппе. Что ещё выяснилось недавно? У коронавирусной инфекции есть такой странный симптом – это пропадает обоняние. То есть человек перестаёт различать запахи. Вот как выяснилось, недавно выяснилось, что при коронавирусной инфекции это бывает довольно часто. Ещё один вопрос. Доктор, а могут ли помочь при коронавирусной инфекции антибиотики? Об этом спрашивают очень часто. Друзья, я напомню. Вирусы – это вирусы антибиотики, это антибактериальные препараты, которые действуют против бактерий, против более крупных микроорганизмов. И поэтому антибиотики против вирусов не действуют. Другое дело, что если на фоне вот этой инфекции, коронавирусной инфекции или какой-то другой болезни присоединились бактериальные осложнения, скажем, пневмония бактериальная или бронхит, то тогда уже антибиотики может потребоваться принимать. Но от вирусов их принимать не нужно. Но, конечно, дорогие друзья, коронавирус, если вы уж чем-то заболели и есть какие-то хотя бы даже малейшие подозрения на наличие именно этой болезни, это не тот случай, когда нужно заниматься самолечением. Если у вас появились какие-то сейчас респираторно-вирусные симптомы, кашель, боль в горле, затруднение дыхания, то это тот самый случай, когда надо идти обращаться к медикам. И не надо в этом случае заниматься самолечением и лечиться самостоятельно какими-то препаратами. Все-таки наша сегодняшняя программа больше была посвящена профилактике, тому, как укрепить легкие и как постараться не заболеть. Дорогие друзья, это на сегодня все. Не забудьте посмотреть полезные ссылки под роликом. И еще, новую информацию по коронавирусу мы стараемся довольно оперативно выкладывать в соцсетях ВКонтакте и в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь, смотрите, чтобы оставаться в курсе новостей. И сохраняйте разум в нынешней тревожной обстановке. Я надеюсь, что скоро, с началом солнечной погоды, эпидемия везде пойдет на спад, потому что ультрафиолет это антивирусное средство. А мы желаем вам всего доброго и будьте здоровы!